Привет, девчат! Сегодня мы с вами поговорим о планировании беременности. Как это было у нас, у меня. Я поделюсь с вами своим опытом, а вы, может быть, что-то для себя подчеркнете и внедрите в свою жизнь. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной до конца и не переключайтесь. Приятного просмотра! Сразу после свадьбы мы приняли решение отложить беременность примерно на год, чтобы можно было насладиться состоянием молодожен. Поэтому мы решили планировать беременность на следующий год после свадьбы. И мне очень хотелось, чтобы ребенок родился в теплое время года. Для меня это почему-то супер важно. Я родилась в январе, и кроме как отметить день рождения дома, либо в кафе, мне никакой возможности не представляется. Поэтому мне хотелось, чтобы у ребенка была возможность выбора, чтобы он мог отметить день рождения и на природе, и, может быть, где-то куда-то уехать на море или еще куда-то. Не знаю, почему мне так сильно важно это, но мы нацелились на теплое время года. Мне очень сильно понравился месяц май. Вообще май мой любимый месяц, и поэтому мне казалось, что это будет идеальное время для рождения ребенка. И дальше уже нас ожидало бы тепло, и я бы гуляла с коляской часто, мы бы выходили на свежий воздух, пролетривались. В общем, мне казалось, это самое идеальное время для этого первого периода после рождения малыша, когда и мне нужно восстановиться, там и ягоды, и фрукты, если это возможно будет в грудное вскармливание все это кушать, то мне хотелось вот именно вот такого периода. Поэтому мы решили, что перестанем предохраняться в августе месяце. Я начала готовиться заранее, за три месяца до предполагаемой даты. Мы начали готовиться в мае-июне, с чего все началось. Первый пункт – это врачи. Я отправилась к гинекологу, чтобы она меня посмотрела, сказала, что у меня все хорошо, дала направление, что мне еще можно сделать для подготовки к беременности. Она мне порекомендовала сдать общий анализ крови, УЗИ органов малого таза, УЗИ щитовидной железы. И если с УЗИ щитовидной железы все в порядке, то на гормон ТТГ можно уже не сдавать. Я посетила также офтальмолога, потому что у меня зрение плохое. Я хотела, чтобы вы посмотрели глазное дно, чтобы посмотрели зрение, какое оно сейчас, на данный момент, до беременности. Это были основные врачи мои, гинеколог и офтальмолог. Также я была у терапевта, чтобы просто в целом подытожить, что я здорова. Дальше были анализы. Первый анализ, который я сдала – общий анализ крови и общий анализ мочи. Из анализов это было все, в принципе. Все было хорошо, поэтому я ничего другого не сдавала. Затем я отправилась на УЗИ органов малого таза. Также я сделала УЗИ щитовидной железы. И еще я сделала рентген пазух носа, потому что в анамнезе у меня была киста верхнего челюстного отдела. Я хотела убедиться, что сейчас ее нет, все в порядке, и меня это не потревожит в беременности. Забегая вперед, я бы себе еще порекомендовала добавить УЗИ почек и УЗИ молочных желез. Это то, что я бы еще сделала до беременности, но, к сожалению, я это уже делала во время беременности. Это, конечно, не плохо, это никак не влияет на ребенка, но в целом картина была бы более обширной. То есть я бы понимала, проблемы, которые возникли во время беременности, это связано с беременностью, или эти проблемы у меня уже были до, а сейчас просто не усугубились. Почки, потому что у меня тоже в анамнезе была бочекаменная болезнь, и, в принципе, молочные железы тоже очень сильно связаны со всеми женскими гормонами, не будет лишним сходить и туда. Также я сходила к стоматологу и пролечила все зубы, которые нужно было пролечить, то есть просонировала полость рта. Мне сказали, что, в принципе, все хорошо. В общем-то, все УЗИ, УЗИ щитовидной железы, УЗИ малого таза, все было хорошо, и поэтому я обратилась со всеми анализами к терапевту, и она сказала, что можно начинать непосредственно приближаться к зачатию. Следующий важный пункт – это витамины. Я хочу начать с того, что я купила книгу Ольги Белоконь «Я беременна, что делать?». Я рекомендую всем девочкам, которые планируют беременность, или которые уже беременны и ждут малышей. Там очень хорошо и подробно, и по-научному, по доказательной медицине, если можно так сказать, описано все с момента планирования до самих родов. В принципе, я и до этого знала, что нужно принимать витамины до беременности, но я подкрепила информацию, информации врача. Также мне гинеколог посоветовала моя тоже принимать витамины за три месяца до предполагаемого месяца зачатия. Я начала пить фолиевую кислоту в профилактической дозе, это 400 мг в сутки. Также начала принимать йод, 200 мг в сутки, также профилактическая доза. Очень важно не переборщить с витаминами тоже. Передозировка витаминами также плоха, как авитаминоз. К тому же, это было лето, и я активно питалась фруктами, овощами, находилась на солнышке, питалась витамином D. Обязательно защищайте свою кожу с помощью СПФ разных средств. Достаточно побыть 15-20 минут на солнышке, чтобы обогатиться витамином D. Что я активно делала? Я отдыхала, кушала фрукты, овощи. Очень много я съела гороха за июнь, а я знаю, что в горохе очень много полевой кислоты также. Затем я ела и дыни, и груши, и клубнику. Все-все-все, что было, можно достать. В принципе, я это ела, позволяла себе есть в больших дозах. По прошествию трех месяцев мы начали уже активно стремиться к тому, чтобы у нас появился малыш. Для начала нужно было понять структуру своего цикла, когда и как вы можете забеременеть, в какой из дней. Для этого, конечно же, я до беременности еще начала вести календарь. В принципе, я его всегда веду, к календарю инструации, где отмечала первый и последний день менструального цикла. Овуляция происходит примерно в середину этого цикла. То есть, получается, овуляция – это единственный день, когда вы можете забеременеть. Но так как сперматозоиды хранятся в теле женщины от 5 до 7 дней, то считается, что 4 дня до овуляции вместе с днем овуляции и 2 дня после – это фертильный период, когда вы можете забеременеть. Поэтому в этот период лучше всего стараться максимально. Рекомендуется через день половые контакты без предохранения. Но это не всегда срабатывает с первого раза. Даже если вы 5000 раз перепроверили, когда у вас овуляция, я делала тесты на овуляцию. Они продаются в любой аптеке. Это 5 тестов, которые вы делаете до предположительного дня овуляции, за несколько дней до, пока не появятся две жирные полоски. Первый месяц у меня вообще оказался анабуляторным. Это значит, что у меня овуляции в этот месяц вообще не было. Соответственно, беременности произойти не могло. И обратите внимание и успокойтесь, если у вас тоже такое случилось. В этом нет ничего страшного. Один-два цикла в год для здоровой женщины могут быть анабуляторными. И ничего страшного нет в том, что вы не забеременеете с первого, со второго, с третьего и так далее раза. У нас получилось забеременеть на четвертый цикл. Опять же, это все очень сильно индивидуально. Дается паре, здоровой паре, дается один год на то, чтобы забеременеть естественным путем. И я не паниковала, что самое главное, потому что я понимала, что для здоровой пары это нормальное время. Мне помогали мысли о том, что малыш, который к нам должен прийти, он обязательно придет именно в тот момент, когда он, именно этот малыш, должен прийти. Вы должны понимать, что каждая новая яйцеклетка, каждый другой сперматозоид это совершенно разные дети. И именно тот, кого вы ждете, он обязательно придет в свое нужное время. Так, в ноябре я узнала, что я беременна. И у меня есть видео об этом, как я узнала о том, что я чувствовала. Пройдите, посмотрите после этого видео. Хочу обратить ваше внимание, что мне не помогали никакие народные способы быстрого зачатия, что я только не пробовала. И ноги парить, и в березке стоять. Но это все не работает, это проверено, потому что в месяц, когда у нас получилось, я не делала ровным счетом ничего. Я даже не делала тесты на овуляцию. Я думаю, что нужно просто ситуацию отпустить, хорошенечко отдохнуть от этих мыслей, и просто наслаждаться жизнью, и ждать, когда придет именно ваш ребенок к вам придет. Ну вот и все, что я хотела вам сказать в этом видео. Мне кажется, оно получилось очень информативным. Надеюсь, вам это поможет. В следующем видео я вам расскажу о том, как у меня проходил первый триместр, что я делала в этот триместр, как проходил он, про токсикоз, про книги, которые я начала читать. Если вам такого рода видео интересны, поставьте лайк, подпишитесь, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всех целую и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok